Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители! Мы продолжаем свою программу. Сегодня у нас 11 августа 2016 года и нумерологический прогноз. В общем-то, его бы и не было, если бы не 11 число. Много о чём можно рассказать по поводу этого числа, чем оно особенное. И это, в общем-то, происходит каждый месяц 11 числа. И прежде чем мы приступим к этому дню, ну, во-первых, именинники с днём рождения. Ну, маленькая такая, скажем, история, предыстория. В общем-то, мы говорим о нумерологии, а это связано с планетами. И проще всего говорить о планетах, понятно, с астрологами. Ну, вот была такая история, когда где-то там давно, тысяч пять лет тому назад, был послан на Землю Аватар, имя которого было Бригумуни. И вот этот Бригумуни принёс на Землю понятие астрологии. Но дело в том, что 5000 лет назад началась эпоха Кали-юга. А Кали-юга знаменуется тем, что это уже заключительный цикл. И, к сожалению, люди начинают терять свои качества. Качество вселенского милосердия, качество, лучшее качество. Они начинают терять свой ум, память. Те мистические, как их называют сегодня, совершенства были обычными. В то время, скажем, в Сати-югу, в Трета-югу, в Два-Пара-югу. А Кали-юга, они потихоньку начинают спадать на нет. Ну, и когда Бригумуни стал объяснять людям вот это понятие астрологии, его очень немногие понимали. Тогда он решил дать людям хиромантию, хирологию, правильное название. То есть, по линиям на руке можно определить многие вещи. А цель всего этого – это просто дать людям информацию, которая им может помочь нам всем жить нормальной, полноценной, здоровой, счастливой жизнью. И более ничего. Это не предсказания, это не какие-то предвидения, гадания и так далее. Это всего лишь информация. К сожалению, люди и этого не понимали. Тогда он, Бригумуни, дал людям нумерологию. Попроще. Там нету 12 знаков зодиака, там нету домов, дробных карт и так далее. Тут есть просто дата рождения. И этого, кстати, люди перестали понимать. То есть, намного проще, но всё равно немногие понимали, о чём идёт речь. После чего он просто взял и составил гороскопы всех людей, которые жили и которые когда-либо будут жить. Ну, эти гороскопы хранятся там у людей определённых. Они, так сказать, наследники этого интеллектуального богатства. Акаши Рекорд есть такой. Акаши – это эфирный слой, там хранится. Тоже это вся информация. Короче говоря, вот такая была история. Поэтому мы будем попроще. И вот 11 число. Что такое 11 число? Число 11 – это мастер номер. Это мастер номер. Это очень такое странное мистическое число, которое ещё более усиливается в числе 22. Сумма цифр 11 даёт двойку. То есть, в общем-то, человек, который родился 11 конкретно августа, это человек, который находится под влиянием, ну, во-первых, знак – это лев. Это мы разбирали вчера. Второе – это управляющие, так скажем, планеты, влияют на этого человека – это луна. Ну, двойка – это луна. И это такая планета странная, которая называется Нептун. То есть, человек, родившись от этого числа, обладает какими-то такими очень необычными качествами. Ну, во-первых, что такое мастер число? Это люди, которые родились, ну, скажем, у них есть какие-то кармические задачи, кармические, можно сказать, долги. Это люди, которые родились 11 числа, 13 числа, 16 числа, 19 числа, 22 числа, любого месяца. Там есть несколько ещё других цифр, которые, может быть, важны. Но основные, вот, управляющие мастер числа – это 11, 22. Они, кстати, никогда не сокращаются, они не складываются между собой. То есть, две единицы даёт двойку, и это луна. Но там две единицы, и это солнце. Причём, как бы, солнце в квадрате. То есть, это очень сильное такое число. И это люди, которые пришли на Землю с определённой целью. То есть, им дано очень много. Во-первых, им снятся какие-то там такие сны. Сны, они могут быть, ну, разные, естественно, но пророческие сны. То есть, им снятся сны, где они могут управлять, управлять Вселенной. И это, в общем-то, скажем так, люди, которые являются неносителем ничего духовного. В то же время, это люди, точнее, число, это число откровений, число какого-то сомнения. Потому что, если человек сомневается в чём-то, он мучается. Ещё раз повторю, всё это усиливается вдвое. 22-го числа, ну, 11-го числа родился, допустим, Черчилль. 11-го числа родился Майкл Джексон. 22-го числа, как мы знаем, родился великий и могучий Леонид... Не Леонид, а Владимир Ильич. То есть, это интересные люди, на самом деле, которым, в общем-то, дано очень многое. Но, тем не менее, давайте мы всё-таки перейдём к нашим именинникам. И об этом можно говорить очень много, поскольку мы вот только закончили программу с доктором Увайдовым. И речь шла о здоровье физическом. И это всё зависит не только от физической здоровья, зависит от наших эмоциональных составляющих, от наших духовных в прошлом, от наших кармических каких-то задач и деяний, которые мы совершали в прошлом. Так вот, если говорить конкретно о наших именинников, то, наверное, всех интересует здоровье. Вот здесь есть нюансы, как мы знаем. Двойка – это Луна, она управляет жидкостями в теле. И вот таким людям частенько возможно проблемы иметь со здоровьем в области лёгких. Также, поскольку это Солнце, мы разбирали это вчера, это люди, которые не терпят никаких приказов, это люди, которые не терпят никаких, скажем, конфликтных ситуаций. То есть они сами отдают приказы, они сами решают конфликтные ситуации. И если это что-то происходит не так, как они себе считают, как они себе программируют, то тогда у них будет проблема сердечной мышцы, сердца, и какие-то болезни, связанные именно с сердечной болезнью, и нету сердечной недостаточности и так далее. В целом проблем нету каких-то таких глобальных. То есть это какие-то частные проблемы. Мы как раз рассматривались и говорили о заболеваниях верхних дыхательных путей, лёгочной системы. То есть это доктор Уайдов как раз-таки говорил о том, что те люди, которые живут в горах, и которые солнце в полной мере воспринимает лучи, и, соответственно, витамин D, соответственным образом это всё позитивно и положительно влияет на человека. Ну, в данном случае мы говорим о людях, которые родились 11 августа. Ну, что, финансовое положение. Как правило, эти люди не имеют никаких проблем с финансами. То есть они где-то их будут зарабатывать. Источники дохода будут совершенно разные. Единственное, что может быть, они к этим деньгам относятся зачастую, так сказать, ну, вот они есть и есть. Они пришли, они уходят. Easy come, easy go. По-английски это называется, да. То есть легко приходят, легко уходят. И они будут их, возможно, тратить на какие-то там, не знаю, и в том числе на благотворительность, кстати. Вот. Поэтому, скажем, финансовое положение, оно, в принципе, благоприятно. Если, конечно, не уйти куда-то вот направо-налево это тратит, тогда, конечно, можно просто разориться и так далее. Вот. Значит, какова профессия такого человека? Ну, во-первых, ещё раз, тут нюанс есть. Во-первых, это управляющее число, как мы уже сказали. Во-вторых, это люди, которые обладают качествами и Солнца, две единицы. Но это в меньшей степени, чем те качества, которые человек находится под влиянием Луны и обладает этими качествами. То есть это спокойствие, это какая-то миротворческая деятельность, это разрешение различного рода конфликтных ситуаций. Трудно, конечно, разрешать конфликтные ситуации по отношению к самому себе. Если у тебя есть чёткое видение, поскольку солнечные качества, они присутствуют, то, опять же, если человек находится в каком-то подчинённом положении, не зная о том, что у него есть вот эти вот качества, тогда ему будет трудно. Но, тем не менее, он будет способен разрешать многие конфликтные ситуации. И это командный игрок. То есть ему могла бы быть хорошо профессия, скажем, ну, судьи, к примеру. То есть он пропорционально взвешивает все за, все против и находит решение. Ну, что ещё может быть? Дипломатические, наверное, какие-то способности, поскольку миротворец, он и есть дипломат, то есть он и разрешает конфликтные ситуации, и он находится где-то вот там и там. То есть он никогда не входит в споры, потому что в споре рождается истина, какой-то там придурочный, простите, придумал это. В споре ничего не рождается. В споре, почитайте Корнеги, то есть два дурака, простите, спорят между собой, каждый пытается доказать, что он умнее другого. Кому хочется быть дурнее? Ну, никому же не хочется быть дурнее, поэтому в споре никто не побеждает, на самом деле. Ну, что ещё? Очень хорошие друзья. То есть друзья, они хорошие по отношению к тем, вообще ко всем, в принципе, но особенно к тем, кого они любят. Совершенно замечательные друзья. Какие камни надо было вносить? Вот я тут обвешан всякими этими приспособлениями. Ну, есть специфические, скажем, там, камни есть специфические, там, что кто носит. Для этого надо понимать энергии того, чего мы носим. Но если говорить о наших именинниках, которые родились 11 августа, то, ещё раз, это все те камни, которые, как раз говорят, вот планеты, которые влияют на человека, то есть, ну, янтарь. Это совершенно замечательный камень, давно забытый. Те люди, которые ездили на Балтийское море, знают. Вот, я очень часто был в Литве. Ну, гинтерос и так далее, это мы знаем, да, янтарь. Это камень, который находили, находят, собирали этот янтарь. То есть, совершенно замечательный камень. Далее, что ещё? Ну, скажем так, цвета. Цвета – это все оттенки лунных цветов. То есть, да, кстати, лунный камень. Это, может быть, можно носить. Далее, какие-то постельные тона, они хорошо людям. Ну, и ведь здесь участвуют какие планеты? Мы говорили о том, что ряд 1-4, это свойственное числу 10-му числу, да, Уран, 10-го августа, который родились 11-го, похожее, но это ряд 2,7. То есть, здесь уже планета не Уран, а планета Нептун. И вот это люди, как раз-таки, вначале я уже говорил о том, что это люди, которые обладают какими-то мистическими способностями, люди, обладающие интуицией, люди совершенно неординарные в своём понимании того, как они видят наш мир, окружающие нашу ситуацию. И они являются своего рода, может быть, бунтарями такого заведённого порядка, причём заведённого кем-то, непонятно кем. Вот есть такое слово, которое я тоже употребляю, и мы с доктором Уайдом общались, зомбирование, то есть, кто-то чего-то нам сказал, и нам надо вот следовать этому всему. Вот образование, мы об этом поговорим, это очень интересная тема. Образование, для чего люди образовываются, опять же, для чего им это надо. Ну, это отдельный разговор, это очень большая тема. Но если давайте мы вернёмся к нашим именинникам, и у них проявляется, у этих людей, тяга к подобным цифрам, то есть, людям, которые родились 2-го числа, скажем, 2-го, 11-го и 29-го числа. Да, 2-го, 11-го, 20-го и 29-го числа. И их числа, счастливые числа, именно вот эти числа. А также, в меньшей степени, возможно, 2-7, то есть, 7-16-25, 7-го, 16-го, 25-го. Какой день недели? Ну, ещё раз, 2 единицы – это Солнце, правильно? Луна – это понедельник, Солнце – это воскресенье, Луна – это понедельник. Ну, у кого есть какие-то проблемы, то есть, с психикой, возможно, ну, я бы мог порекомендовать читать мантру, мантру Луне. Есть специально Чандра, на санскрите – это Луна. И есть мантра. Кого интересно, пожалуйста, это тройное W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108, sungates, солнечные ворота, на конце буквы sungates108, 847-226-9956, код страны – единица. На самом деле, была такая ситуация, когда мне позвонили из России, и попросили нумерологическую консультацию по поводу того, когда устроить выставку. Это художник звонила мне. Не знаю уж, как нашла, но, тем не менее, ну, вот, я скорректировал ту дату, которая была предварительно намечена, и выставка потом, как выяснилось, прошла очень таким, позитивно, и с большим успехом. То есть, было очень много людей, и это писалось даже в местных газетах, российских. Вот, поэтому это важно, это важно. И вот, еще раз, интуиция, интуиция, люди, которые связаны, все-таки, имеют интуицию, если она у них развита, если нет, надо развивать. То есть, это имеется в виду, что, ну, кто желает, кто хочет поиграть в лотерейку, купить билетики счастливые, ну, пожалуйста, это можно сделать именно вот в эти числа, которые были озвучены, то есть, 2, 20, 29, 11 числа, особенно, если это попадает на, ну, наверное, на понедельник, да, понедельник, это в первую очередь, ну, а дальше вот эти вот, скажем, числа. Ну, хорошо, дорогие друзья, можно говорить долго, на самом деле, но, это не театр одного актера, у нас будет программой, где мы будем беседовать не только с молчаливым Господом Сиддхарта Гаутама, Будда, кстати, есть определенные цели, почему Будда к нам пришел, и мы об этом тоже, естественно, поговорим, но пока вот таким образом всех поздравляем с этим днем, это называется День Явления, Явления вас на свет, именинники, желаем вам здоровья, счастья, и всеобщего благодельствия. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова